Искал на Меднесе болгарку на авито. Наскнулся на такое объявление. Бензопила и электрокосилка 800 рублей, то есть по 400 за каждый. Естественно во мне проснулся перекуп, поскольку еще с юности, когда у нас был дом в деревне, я хотел себе бензопилу. Правда, бензопилу я купил летом. Макс Кут МС 146. Я подумал, что этот пример купил за 4 сотки можно залезть тысячи за полторы или две. Поэтому я выдался в поселок Красноушна. Это 125 километров. Приобрел вот такой триммер. Не особо коцанный. Но тоже не без косяков. Мощностью 1100 ватт. Упался он когда-то в такой сети. Леруа Мерлен. Косяк первый. Не было ремня, поэтому я решил перед продажей снять ремень со своей косилки. Не было ножа, только катушка с леской. Еще раз повторюсь, я его очистил, редуктор смазал, болт скрутил. Когда настало время для запуска, я вставил вилку и розетку, сразу начал крутить. Все манипуляции с этой кнопкой никакого успеха не дали. Разобрав его, я видел, что кнопка отдельно, а выключатель стоит в этом месте, замотанный изолентой в нажатом состоянии. Изолентой размотал. Кнопку подставил к выключателю. Маленько подпилил язычок, чтобы кнопка глубже заходила. Так как, когда все стояло на штатных местах, она не включалась. В ближайшее время я поставлю ремень со своей косилки и выложу объявление на вид. Нож я покупать не буду, так как это экономически невыгодно, как говорят наши депутаты и чиновники. Если бы я знал, что поездка займет такое время и пробег, я вряд ли тоже поехал. Но поскольку я обещал человеку, что я приеду, забил я сначала в гугл карты. Расстояние высветилось 80 км. Для верности я взял навигатор, потому что мобильники в тех местах не работают. И когда я забил уже конечный пункт навигатор, расстояние с 80 км. возросло до 125 км. Но поскольку я обещал, что приеду, пришлось ехать. Вот такой триммер. За 400 рублей я приобрел. Конечно, если был бы он ватт на 1400, как мой, возможно, я себе бы оставил. Но поскольку он такой полудохлый и в хорошем состоянии, его продать будет намного проще, чем мой. Что я сделаю в ближайшее время.